Здравствуйте, друзья! Передвижная атомная электростанция СССР Громадные многоосные тягачи-монстры с ядерным реактором и сопутствующим оборудованием за плечами – это не отрывок из постапокалиптического романа, а наше прошлое. Многие достижения послевоенного Советского Союза в области мирной ядерной энергетики до сих пор не превзойдены даже передовыми странами. В 2017 году ряд СМИ сообщил о разработке российскими учеными передвижных атомных электростанций для отдаленных арктических поселков и месторождений. А к 2020 году Министерство обороны получило мобильные атомные реакторы для Арктики. Фантастика? Новые передвижные реакторы на самом деле – это хорошо забытое старое. Или не забытое? Передвижную АЭС «ПАМИР-630Д», созданную в первую очередь для военных нужд, мы помним очень хорошо. Поражающий воображение – ядерный кортеж, который можно было использовать для питания, размещенных вдали от цивилизаций, радаров, противовоздушной и противоракетной обороны. Не первый советский проект передвижной АЭС. Одной из самых уникальных разработок советских ученых стала передвижная атомная электростанция «ПАМИР-630Д», предназначенная для работы в условиях Крайнего Севера. В 1950-х годах идея транспортируемых атомно-энергетических установок, что называется, витала в воздухе. Если ядерные реакторы можно устанавливать на атомоходах и в подводных лодках, то почему бы не перемещать их по суше? Неудивительно, что предложенная учеными идея поставить АЭС на колеса вдохновила министра среднего машиностроения Ефима Славского. К началу 60-х силами физико-энергетического института Обнинска, ранее назывался лаборатория В, в опытную эксплуатацию вступил комплекс ТЭС-3, транспортабельная атомная электростанция, на модифицированном шасси танка ТЭС-10. Для размещения оборудования потребовалось 4 самоходки, общей массой свыше 300 тонн, каждая из которых оснащалась 750-сильным танковым дизелем. Между собой эта ядерная гвардия соединялась кабелями и трубопроводами. Позднее в Институте Ядерной Энергетики Академии Наук Белорусской ССР, в настоящее время Объединенный Институт Энергетических и Ядерных Исследований Сосны, началась разработка более современной системы PAMIR-630D, значительно отличавшейся от ТЭС-3 как принципиальными решениями, так и носителем. Груз небывалой ответственности взвалили на плечи тягача МАЗ-7960, созданного на основе модели 537, немало потаскавшей за свою жизнь разных единиц боевой техники и ракет. Интересно, что если в Обнинске свою установку оснастили водяным реактором с воздушным радиатором, в котором в качестве охладителя используется циркулирующая вода, то белорусские ядерщики поступили смелее и оригинальнее. На роль теплоносителей рабочего тела выбрали тетраокись азота, отличающуюся высокой теплоемкостью, теплопроводностью и плотностью при низкой вязкости. Применение тетраокиси азота позволило сделать 630-киловаттный реактор не двух- или трехконтурным, а одноконтурным и более компактным. Всеми процессами в АЭС заведовали бортовые ЭВМ. При аварийной ситуации в дело вступала пассивная система аварийного охлаждения реактора. Отряд состоял из четырех машин. Первый МАЗ вез в полуприцепе грузоподъемностью 65 тонн реактор, сопутствующее оснащение и два автономных дизель-генератора. Во второй машине находился турбогенератор, вырабатывающий электричество. Была еще пара вспомогательных КРАЗов с системой управления и резервными дизель-генераторами. Накопленный опыт пригодился проектировщикам передвижной атомной электростанции PAMIR-630D. Работы над ней велись в Институте ядерной энергетики Академии наук Белорусской ССР в 1976-1985 годах. В начале 1980-х годов были построены два опытных образца, представлявшие в ту пору единственные в мире АЭС на колесах. Внешне PAMIR-630D представлял собой комплекс из двух многотонных полуприцепов, прицепленных к военным сетельным тягачам МАЗ-796. За прочными металлическими стенками были расположены реактор мощностью 630 кВт и турбореактивные блоки. На двух других автомобилях размещались управляющие компьютеры Минск и отсеки для персонала, рассчитанные на 28 человек. Машины повышенной проходимости могли доставить PAMIR-630B в любую точку Крайнего Севера, по тундре и болотистой местности. АЭС была готова к работе при самых низких температурах окружающей среды. Создатели PAMIR-630D реализовали наиболее компактную одноконтурную систему ядерной установки. Как я уже и сказал, в отличие от большинства других малых АЭС, генеральный конструктор Василий Нестеренко предложил в качестве теплоносителя не воду и водяной пар, а диссоцирующий газ нитрин на основе тетраоксида азота, который отличался повышенной теплопроводностью и теплоемкостью. По задумке конструкторов, ПАЭС могла непрерывно работать 2000 часов. В итоге один из двух PAMIR-630B проработал 3000 часов, правда на меньшей мощности, чем закладывалось в проекте. Запаса ядерного топлива хватило бы еще на несколько лет работы. К началу перестройки советское правительство предполагало, что атомные станции малой мощности со временем обеспечат теплом и электроэнергией около 33 населенных пунктов Крайнего Севера. Однако, авария на Чернобыльской АЭС привела к ликвидации утвержденных правительством программ развития малой энергетики. Стоит отметить, что PAMIR-630D не представлял почти никакой опасности. Разработчики заложили в установку три ступени безопасности. И, в первую очередь, для исключения человеческого фактора, работа по АЭС была предельно автоматизирована. Однако, мобильная ядерная установка испытывалась всего в 6 километрах от Минска. Для белорусов, только что переживших последствия Чернобыля, это было психологически некомфортно. В феврале 1988 года Госкомиссия решила остановить испытания PAMIR-а. Предложенные отечественными учеными в начале 1990-х годов проекты новых передвижных ядерных установок остались лишь на бумаге. Средств на их реализацию страны уже не было. Интерес к малым АЭС возродился за рубежом уже в 21 веке. Не исключено, что и опыт конструкторов PAMIR-630D еще пригодится России. Особенно в условиях, когда присутствие нашей страны в Арктике приобретает все большее стратегическое и геополитическое значение. Считается, что на PAMIR-630D поставили крест в том числе и из-за Чернобыльской катастрофы, случившейся 26 апреля 1986 года. Как раз в это время мобильный комплекс проходил испытания и дважды выводился на проектную мощность. На самом деле его закрытие не обошлось без американских спецслужб. Одним из официальных объяснений закрытия проекта в феврале 1988 года стала недостаточная научная обоснованность выбора теплоносителя. До наших дней PAMIR-630D дожил в схемах, описаниях и масштабных моделях. Но дело его, как мы можем видеть сейчас, живет. А как вы думаете, почему закрыли проект атомной передвижной электростанции PAMIR-630D? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова. Субтитры сделал DimaTorzok